Ехал я себе в Канад, в Крюбек, уже практически приехал в Монсадан, проехал в Крюбек, и тут у меня с левой стороны вот такое вот чудо, огромный красивенный водопад, просто сказочный, потому что скалы, обросшие зеленью, вообще обалденно, там сверху еще мост. Я попробую как-нибудь на обратном пути туда заскочить, но если тут не удастся, то это хоть так вот. Доброе утро всем, нас приветствует Монсадан, это замечательный курорт, чуть восточнее Кубека. Сегодня здесь проходит первый день из двух кубка ECI Mountain Bike, первый день это Dunhill, второй день будет Cross Country, прекрасная погода, я приехал сюда ночью. Вот, и на самом деле отличное ощущение того, что ты окружала на огромном количестве людей, которые любят велосипед, для которых это стиль жизни, влечения. Сейчас стартует гонка для аматоров, она вот-вот, там вот мы ее сейчас не видим, но тем не менее. В общем, здорово, да, тут катаются звезды. В общем, все-все звезды, которые обычно видим в городе Булу по телевизору, тут они живьем. Да, круто. Сейчас время завтраком, а там будет видно. Вот у нас пьедестал, на котором будет поставить награждение этого кубка. Вот, тут, значит, слева стоит велосипед, который сегодня самый быстрый, а тут устраиваются гонщики, да. Тут мы видим финиш Dunhill, там большой этот гэп и веселье. А финиш Канки где-то я видел, сейчас что-то я его не соображу, где я видел его. Где-то он здесь на самом деле. Ну, а пока полюбуемся горами. Красота, утро, не жарко еще, хорошо. Треться Ханна и Миранда из ПШ. Только что Сигарев приезжала, у них тренировки, я так понимаю, сейчас. Кэбек, Канада. И вот она финишная арка, сейчас будет видна, конечно, Dunhill. А вот финиш в Канке виднеется. Вот там, собственно, я парковка, где я остановился. И сам Кроуд. Вот он, ход спот, на котором размещаются спортсмены, которые приехали в текущий момент быстрее всех. Напомню для тех, кто не знает, что они едут от медленного к быстрому. Вот, а вот финишная арка, где будет время едущего. Теперь я знаю, почему девочки на финише не подкручивают. С таким градиентом, собственно говоря, крутить-то и не надо, в общем-то. Вот, а мы видим, собственно, грязь Сент-Лоренс Ривер наш, который разделяет в нашем месте Штаты и Канаду. А здесь Канада с обеих сторон. Да, спортсмены, которые тут несутся с бешеной скоростью, не видят всей этой красоты, которую видим мы. Я потом. Прошел сейчас немножко по трассе. Вот, у ребят должны быть яйца из обеих сторон. Канадово Урана. Компактные, но очень такие тяжелые. То есть реально трасса достаточно такая впечатляет, даже когда идешь пешком, она заставляет задуматься о происходящем. Вот, ну молодцы, молодцы. Сейчас будем это все дело видеть in action. Все вот эти вот уступы, вот там вот, понимаете, да, это все скалы, уходящие вниз на 3-4 метра. Вот, сцепление минимальное. Нежные князючки. В общем, да. The Devils, то же называется. Дроп имени Стива Смита. Представляете, да, высота его дезаметра, наверное, 4-5, я бы сказал. На стране еще учек стоит. Вот. Ну, это, собственно, есть второй ответ, точнее, ответ на второй вопрос. Почему так мало зрителей на верхней части трека? Потому что дофиг заберешься. Вот, это на самом деле буквально, не знаю, на четвертой часть дистанции. И я, конечно, не самый такой супер лось, да, в фит форме, но я немножко уже подзапыхался. Вот, но виды, конечно, обалденные. Вот. Костом. Чтобы вы понимали, это девочки и Нью-Йорки. То есть они, сколько там, до 23, наверное, да? Вот, а так вот жгут. Вот. А вершина у нас еще вот где-то там вот за хребтом. Я принял составу запускать, но Apple говорит, что я уже где-то шагов, точнее, этажей 65 до 70 сделал. Вот такая вот она, трасса в Монсент-Ане. Вот. У меня вызывает легкий такой трепет, ну, а у местных ребят даже моргания в глазах не вызывает. Спаса нашего похода, у нас на сюда водичка, да? Без ней было тяжело. Секция Тарзан, и у нас едут мальчики-юниоры. Чего-то, споткнулся наш мальчик-юниор. О, уже быстрее камеру веду. Ладно. Еще один секрет. Маршалы свистят, когда гонщик поезжает на маних. Не до, не после, а когда он поезжает на маних. Таким образом они дают знать следующим маршалам, что вот он здесь. Будьте внимательны. А у нас красота. Часночек называется «Добро пожелать в камне». Сейчас у нас какой-нибудь молодой человек-юниор появится. Вот. И после него красная секция. Туда дальше, в Тарзану. Еще немножко для того же спота. Секретное местечко, где чуваки едут прямо на нас. Прошу, едет. Это тренировочная секция у нас сейчас. И тут в перемешку едут звезды и не звезды. О, только что Хэт промчался. Вот. Очень такая вот значительная штука. С прекрасным видом. Любуемся. Броню мы только что притыкали, но команду Каминкаль поймали. Каминсаль. Да, это было первое место Кубка мира. На сегодня. Вот. В тренировочном режиме. Парочку других я бы не успел заснять. Ребята едут очень быстро. Но вот как-то так. В общем, тут все подряд. И спеш-тим, и не спеш-тим. Красота. Что-то что-то было сфотом. Но мы его это прощелкали. Все так быстро меняется. Я даже не всплываю это. Пись. О, это у нас девочки. Так, кто у нас тут на нитре? Вот, собственно говоря, стартовые ворота гонки. Оттуда они начинают. И с бездружным весельем проезжают мимо нашей кафешки. Вот, и там сейчас будет офигенный швид. Сейчас я подойду туда и вам покажу. Вот, и оттуда я приезжаю по кафешке. Ребята выезжают на вот такую вот панораму. Напомню, что мы с вами видим Сент-Лоренс-Ривер, который в наших краях разделяет Канаду и Штаты, а здесь полностью принадлежит Канаде. Красота? Красотища. Где-то там внизу Монсент-Ан. А мы здесь радуемся жизни. Сейчас перерыв между гонками, но скоро поедут девочки. Ну, не скоро, а через час их поедут девочки. Мы с вами здесь. Потому что я говорил Сент-Лоренс-Ривер. Привет. Решины горы. Смотря площадка. И панорама на 360, которой мы сейчас с вами будем наслаждаться. Вот, туда уже пошла у нас получается восточная часть, ближе к океану. Там, как они называются, правильно я забываю, вечно. Там север. Вот, потихоньку мы смещаемся на северо-восток. И вон там, вдалеке, уходит, собственно говоря, вниз, то есть на юг и на запад, Сент-Лоренс-Ривер. И там где-то будет мой дом. Ну, вот, и штаты. Вот так вот. Такая вот красотища. Пока у нас все звезды выходят и заходят, тут есть стартовый протокол. И, видимо, из девочек последняя стендуют Сигнейф. Перед ней будет Рейчел и так далее. Ну, вот, а у мальчиков лучше всех, кальфикациях, поехал Ха. За ним в грунт. Так что это. Stay cool. Миранда Милле. Есть еще чемпионат мира. Браво-браво-браво! Девочка с 11 номером весьма неблагополучно. Ну, как, не сильно, но неприятно. Она вернулась прямо на повороте. Все-таки номер ее сбазил. Треси Хана. Понеслась. Миранда Миколь. Как обычно, я провтыкал. То есть, ну, я не провтыкал, я это и видел, но я не заснял. В камере всегда было в режиме ожидания. Ну, вот. Но сейчас у нас будет Тахи Сигрейф. Она лидер квалификации. И хотя Рейчел у нас и действующий владелец, как же правильно, кубка мира, да, получается, вот. То Тахи сейчас в форме. Так что давайте сейчас Сигрейф будет сжечь. И вот она. Так, Сигрейф номер два. Давай, девочка. Эй. Хорошо, пошла. Ну вот, девочки закончились. Черт мальчиков. Какое у нас время между заездами, можно поваляться в травке и побалдеть от вида. Скоро, пошла. Окей. Ну вот, девочка. Ну вот. Кварель. Значит, я тебя вроде са. Да, вид, который стоит не меньше, чем гонка. Еще небольшое обновление. Почему, собственно говоря, стало безлюдно и почему, собственно говоря, как я говорил раньше, мы не видим практические зрителей на вершине. Как выяснилось, не потому что тяжело подниматься, люди поднимаются на лифте, но где-то за час, до полтора часа до окончания, нужно спускаться вниз, чтобы быть на финише. А лидеры у нас стартуют в конце гонки, соответственно, к тому времени, когда показывают нам зрителей, они все уже внизу, в азофинишной арке. Вот так вот. Раньше была тренировка, а вот так вот это сейчас выглядит в гоночном режиме. А это Джи Аффертон. Клиндиль отказался сделать селфи до финиша. Ну, в принципе, makes sense. Субери и все такое. Достаточно длинный участок, на котором они должны разгоняться хорошо. И практически не тормозят, ходят в поворот. Ну, собственно, это меня волновало. Насколько сильно они тормозят. Или не тормозят вообще. Ты фига пидот, знаю. Ю! Это секция, которая называется Rollins to the rocks. И сам Бланкиншоп проходит очень неплохо. И его величество, Грег Минар. Один из самых величайших гонщиков Данхилла все времени. Камон, Грег! Как-то он для торза не сильно одарил. Бывает. Дело близится к финалу. К финишу, точнее, финала. И к низу спуска. Это у нас тот самый знаменитый дроп Стива Смита. Тут собралась у нас публика болеющая. И да, веселее, веселее. Трой брос нам накатывает. Давай, малыш. Ты не хочешь велик, ты можешь. А что идет? Сплюет спасавчик. Отлично. Летер сто. И так, приближается Мари Перо, текущий лидер кубка. потому не велосипед с номером один красавчик савчик на висок осталось два гонщика до моё любимчик Луэн Бруни Луэн Бруни Тренихарта я прощелкал Новый гол Луэн Бруни Там внизу он обнимается радость близней, толпа народа Честно говоря, я не ожидал столько людей видеть Я уже ворона утром вообще не был Ну а вот круто, круто Результат, у Луэн Бруни Луэн Бруни Луэн Бруни Луэн Бруни Тренихарта Луэн Бруни Тренихарта 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 Поздравляю вас с друзьями и друзьями, спасибо за просмотр, что вы здесь, а вот там сцена для награждения. Получилась фотография, фотографии точнее Селфи, и также, по-моему, Грега Минара. Так что вообще, счастлив. Поздравляю вас с Грегом Британии, Грега Минара, Грега Минара, Грега Минара. Поздравляю вас с Грегом Британии. Грега Минара, Грега Минара! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok